Итак, пресс-конференция, посвященная матчу третьего раунда, Атлетик Бильбао Интер Лиги Европы Ви-Фа объявляется открытой. Главный тренер команды Интер, Заур Сваназе, выскажет свое мнение по поводу этого матча. Мы рады находиться в Бильбао и играть с одним из лучших команд Испании. Наши игроки готовы играть, все здоровы, у нас травм нет, так что завтра постараемся играть на хорошем уровне. На наших футболистов нет никакого давления, так что посмотрим. Если мы играем, мы будем героями, если нет, то никто за это ничего не скажет. Так что можно свободно выйти и сыграть против Атлетик Бильбао. И что можно сказать еще? Ожидаем хорошего завтра. Добрый вечер, еще раз я хотел бы вопросить за Орголь. Ну, хотел бы узнать об игре соперника. Понятно, что в большинстве нас мы видели много матчей Атлетиков. Атлетик просто интересно об игре, как кого-то из футболистов, если можно выделить. Мы изучили, но я не собираюсь кого-то назвать, кто там играет хорошо. Вы сказали о хорошем игре противника, но каким бы результатом вы хотели уехать отсюда, на ответный матч? Главное, не проиграть. Насколько вы видите возможным пройти отборочный тур? Сколько процентов вы бы назвали по возможности выиграть? Выиграть или, по крайней мере, попасть в условное? Будет очень сложно, но мы постараемся. Сколько процентов тоже сложно. Очень сложно будет, но мы постараемся сыграть достойно. Вы не хотите выделять никакого игрока, но все же хотелось бы спросить, какие черты игры Атлетика вы выделяете? Что вам важно преодолеть в игре с ними? Очень хорошо атакуют. Атакуют почти все команды, так что мы должны быть очень внимательны в игре в обороне. Вы прошли третий этап отборочного тура, но насколько вы оцениваете состояние команды? Потому что до нас дошли слухи, что в прошлом году были проблемы и что все разошлись в прошлом году из-за нехватки финансирования. С прошлого сезона у нас только 2-3 футболиста остались. У нас совсем новая команда. Так что проблемы были и надеюсь, что в ближайшем будущем все будет нормально. Еще один вопрос, если можно. Вы сказали о проблемах в конце сезона. И на минуту согласен, что и Азербайджанский пресс тоже об этом сейчас много часто пишут. Несмотря на финансовые проблемы, команда поздно собралась, сбор был очень коротким. Команда, которая 2 раза этого прошла и проводила Азербайджанских болельщиков, сейчас уже все вас и все поддерживают эту команду и должна провожать свое существование. И также, возможно, влечет внимание новых спонсоров. Вот об этом месте. Можно сказать, что футболисты, которые прошли 2 этапа, уже сделали то, что надо. Спасибо. И спортсмены, профессионалы. Хорошо, что ребята хорошо осознают, что 2 этапа прошли. Это очень хорошо. Но спортивная душа, или как это сказать, у них дух, да, у них всегда есть. Они не останавливаются на это и, надеюсь, в будущем тоже, может, что-то, чего-то достигнет. Поскольку вы уже прошли 2 отборочных этапа, у Атлетика есть ощущение, что у вас есть некое преимущество на эту тему, что вы уже, как бы, были тренированы в этом сезоне и рассчитываете ли вы использовать это завтра? Да, да, можно так и сказать, да. Еще понравились и Раши. Мы 4 официальные игры провели, но еще не проводили официальные игры, но не смотрели. Это какой-то плюс есть в этом. Самое главное, мы подготовительный период, мы прошли, так что.